Всем привет! Огурец разрезаем пополам и отрезаем тоненькие полоски. Нарезаем на красивые кружочки. У помидоров отрезаем верхушку. И вынимаем мякоть. Нам потребуется яйцо, сыр, крабовые палочки, солим, перчим, добавляем майонез. Все перемешиваем. Фаршируем помидоры, приготовленные начинкой. Из перца горошком делаем глазки. Из зерен граната носик. Одеваем колпачки. В тарталетки выкладываем салат. На них высаживаем Дедов Морозов. Из майонеза делаем помпоны. Получается оригинальная веселая новогодняя закуска. По желанию можно посыпать кунжутом, белым или черным. Тарталетки можно заменить огурцом. У кружочков вырезаем сердцевину. И выкладываем Дедов Морозов. По желанию из майонеза можно сделать бородку. И получаются вот такие милые и симпатичные дедушки. Кому понравилась идея, ставьте лайки. Пишите комментарии. Буду очень рада. Всех удачи. И с наступающим Новым Годом. Пока-пока. Всем привет! Яйца нарезаем вдоль пополам. Удаляем желтки. Размягчаем их чайной ложкой. Добавляем сыр, майонез. Можно добавить кусочки рыбы или консервы. Фаршируем яйца. Огурец нарезаем на полукружочки. И формируем елочки. Делается все очень быстро и легко. А смотрится просто великолепно. Макушки украшаем кусочками красного сладкого перца. Можно заменить кусочками помидора. И по желанию украшаем красной икрой. Или икорной закуской. Добавляем немного любой зелени. И наша закуска готова. Она просто волшебно будет смотреться на вашем новогоднем столе. И порадует родных и близких. Всем удачи! Пока-пока! Всем привет! Сегодня готовлю очень вкусные, красивые бутерброды-цветочки. Которые просто великолепно будут смотреться на вашем праздничном столе. Из хлеба вырезаем кружочки. Если нет специального кольца, можно воспользоваться обыкновенным стаканом. По желанию слегка обжариваем на сливочном масле. Из огурца вырезаем листочки. Добавляем соль и оставляем на 10 минут. Для того, чтобы листики стали мягкими и гибкими. На хлеб намазываем толстый слой сливочного сыра. Примерно 3-4 миллиметра. Для того, чтобы листья хорошо воткнулись и держались. Теперь аккуратненько выкладываем листочки. В форме цветочка. Украшаем по центру красной икрой. Можно заменить половинкой помидора черри. Тоже получится очень красиво. Наша праздничная закуска готова. Можно подавать к столу. Всем привет! Нам потребуется одно яйцо, сливочный сыр. Солим, перчим. Добавляем немного майонеза. И все перемешиваем. Приготовленную начинку делим на 3 части. В первую ничего не добавляем. Во вторую высыпаем укроп. В третью копченую паприку. И перемешиваем. На батон намазываем поочередно каждую начинку. Получается вот такое разнообразие цветов. Интересно и очень вкусно. Выкладываем по кусочку красной рыбки. И украшаем укропом. Наши бутерброды готовы. Отличные идеи для новогоднего стола. Быстро, оригинально, ярко и по-праздничному. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем удачи. Пока-пока. Всем привет. Нам потребуется филе сельди, яйцо, 2 картофеля. Солим, перчим по вкусу. Добавляем майонез. И все перемешиваем. Из приготовленной начинки формируем шарики. Размером примерно с маленькое яблочко. На пищевую пленку выкладываем ложку отварной моркови и ложку отварной свеклы. Создаем одну большую лепешечку. По центру выкладываем шарик. Соединяем края пищевой пленки и слегка закручиваем, чтобы все хорошо прилипло. Теперь раскручиваем. Выкладываем шарики на блюдо. Я украшаю листиками от мандарина. Можно заменить любой зеленью. И у нас получаются вот такие румяные, аппетитные, сочные, очень вкусные яблочки, которые порадуют ваших родных и близких. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok